Можно вечно любоваться морем, сидя на песке. У этой кремниевой пластины с ним много общего. Чистейший поликремний электронного качества добывается из песка. Впервые кремний в чистом виде был получен русским химиком Николаем Бекетовым в 1865 году. Вряд ли он тогда предполагал, что через 150 лет вся электроника в мире будет завязана на этот полуметалл. Но эпоха кремния подходит к концу. Каждый новый маркетинговый техпроцесс дается все сложнее. Производители вынуждены идти на ухищрения, разрабатывая многочиповые решения и задирая теплопакеты, нарушая собственные нормы тепловыделения. Всем уже понятно, что это кремниевый тупик. Но что дальше? Неужели прогресс в технике завершится через пару лет, а к искаженным названиям техпроцессов так и будут добавлять кучу плюсов? Конечно нет. Ученые со всего мира ищут и уже находят иные подходы к созданию вычислительной электроники. На связи МК, меня зовут Михаил Крошин. Сегодня поговорим о том, какой будет жизнь после кремния. Согласен. Вначале перегнул с эпичностью. Новые техпроцессы все же худо-бедно появляются. В 26-м ТСМС обещает нам 2-х нанометровые чипы, а может слегка раньше появится непонятный техпроцесс Intel 20A. Но вы уже знаете, что это маркетинг. Качественного улучшения размера транзистора нам ждать не стоит. И причина тут в физике. Минимальный размер затвора кремниевого транзистора составляет 5 нанометров. 5 кремниевых нанометров. Это предел. При меньшем значении просто не получится создать транзистор. Он не будет работать как переключатель. Электроны будут свободно туннелировать через него, не обращая внимания на запрещенную зону. Иными словами, такой транзистор будет всегда включен. Так что никакой магии вычислений не будет. И чем меньше маркетинговый техпроцесс, тем ближе мы к этому физическому пределу. И тем существенней становится эффект туннелирования, мешая проводить вычисления. Конечно, чипмейкеры всеми силами пытаются эту проблему решить. Так можно уменьшить другие части транзистора или делать затвор хитроумной формы. Например, в виде плавника, откуда и пошла технология FinFat, в которой транзисторы, по сути, трехмерные. Однако все эти ухищрения привели к тому, что плотность транзисторов в чипах серьезно подросла. И сейчас кусочки кремния размером с ноготь могут быть сотни миллиардов крошечных переключателей, активно выделяющих тепло при работе друг на другом. И отвод тепла от этого бутерброда – очень серьезная проблема. С этим уже столкнулись пользователи Ryzen последних двух поколений, где небольшие процессорные кристаллы на 7-нм техпроцессе даже без разгона легко греются выше 90 градусов. Про последние Snapdragon и Exynos троттлищих в нагрузке из-за перегрева вы наверняка тоже слышали. И с каждым новым уменьшением размеров транзисторов проблема будет только усугубляться. Глядя на все эти недостатки, вызванные кремнием на закате жизни, возникает вопрос – а почему бы не сменить этот химический элемент на что-то другое? Ведь едва ли он такой один в таблице Менделеева, насчитывающий уже больше сотни элементов? Все верно, не один. Существует такой металл, как германия, из которого также можно делать полупроводники. Более того, первые транзисторы в конце 40-х именно из этого металла и делали. У него в три раза выше электропроводность, меньше напряжения, а значит и потери тепла на ПН-переходе, и меньше сопротивления открытого канала. В общем, Германии кажется лучше кремния в полупроводниках. Однако уже в 60-х от него почти полностью отказались. Причин было сразу три. Во-первых, этот металл гораздо дороже и встречается реже кремния, которого почти 30% в земной коре. Кремний там на втором месте после кислорода. Во-вторых, у Германии гораздо меньше термостабильность, то есть при нагреве он быстрее теряет свои характеристики. К тому же есть проблема с окислением. Ну и в-третьих, у него хуже теплопроводность, то есть отводить тепло сложнее, чем от кремниевого чипа. Все это привело к тому, что эпоха германиевых компьютеров оказалась такой же короткой, как и ламповых. Для дальнейшего увеличения пришлось переходить на кремний. Да, эпоха чистого Германия закончилась лет 60 назад. Но мы живем во времена продвинутых сплавов и сложных химических соединений. Вспомните Т-1000 из Терминатор 2. Неужели нельзя взять и прокачать Германий, чтобы он стал лучше кремния для производства полупроводников? Оказывается, можно. И такое вещество зовется германан. По сути, это как графен, только из Германии. Тонкая одноатомная пленка. Ее производство – отдельный вид искусства, когда сначала делается слоеный пирог из графена и кальция, после чего последний вымывается водой, которая в процессе отдает свой водород, делая германиевые связи прочнее и позволяя отделить однослойные пленки этого металла. Оказалось, такие пленки проводят ток в 10 раз лучше кремния, да и вопросы с охлаждением тут не стоят так остро. Но, разумеется, все еще до коммерческого производства пока далеко. Создавать германан научились лишь в лабораториях, и пока нет ни одного готового чипа на его базе. Однако германан – это еще не все. Есть другое соединение, на базе которого даже удалось создать полупроводниковый чип. Это десульфид молибдена, или же молибденит. Сейчас его в основном используют для создания различных сплавов, однако у него есть отличные полупроводниковые свойства, работающие при таких крошечных размерах, когда крем не окисляется до стекла. Так ученым удалось довести толщину молибденита до 0,65 нанометров при полном сохранении полупроводниковых свойств. И самое главное, на его базе удалось создать полупроводниковый фотодиод, который в пять раз чувствительней кремния. Это позволит создать в будущем еще более светочувствительные матрицы для камер. Но существует ли идеальный химический элемент, который может заменить кремний? Да, углерод. Это даже иронично, основа нашей жизни может стать основой будущих терминаторов. Хотя, надо сказать, в крайне необычной форме. Называется это необычное соединение углеродными нанотрубками и представляет собой листы графена, которые свернули в рулон. И да, они также являются полупроводниками, причем атомной толщины. К тому же, их электропроводность втрое выше, чем у кремния. Интересно, что на основе таких углеродных нанотрубок уже удалось сделать первый чип на 14 тысяч транзисторов. Правда, его техпроцесс не поражает воображение, всего лишь около микрометра, то есть уровень процессоров из 80-х годов. Однако, все же это полноценный чип, на котором уже удалось запустить программу уровня «Привет, мир». В будущем ученые планируют уменьшать размеры нанотрубок и тем самым создавать более быстрые и эффективные чипы. Но это все еще достаточно далекое будущее. И тут возникает вопрос, а есть ли уже сейчас замена кремнию, которую можно купить и пощупать, а не только пару ученых в крупных лабораториях? Да, есть. Зарядки с нитритом галия. Или ган-зарядки. Этот полупроводник стал популярным в 90-е. На его основе делались первые белые светодиоды и некоторые виды синих лазеров. Его особенность в том, что производить электронику на его основе можно на тех же заводах, где делают кремниевые полупроводники. Но при этом нитрит галия имеет более широкую запрещенную зону, что позволяет ему работать при больших напряжениях или меньшем нагреве, чем кремний. И это свойство очень нужно в компактных зарядках, где его и стали активно применять. Хорошо, с первым подходом разобрались. Можно заменить кремний на другое вещество, до физического лимита которого еще далеко. Но ведь есть и второй путь – отказаться от привычных нам кроп-транзисторов и перейти на что-то другое. КМОП расшифровывается как комплементарная структура металл-оксид-полупроводник. И подавляющее большинство современных микросхем базируется на этом принципе, который был изобретен еще в 60-х годах. И возникает логичный вопрос – а что если пойти совсем другим путем и не отказываться от кремния, а изменить сам принцип работы микросхем? Этот подход схож со сменой процессорных архитектур. Так, Apple показала, что ее ARM-чипы M1 могут быть ощутимо мощнее и ощутимо холоднее многих современных x86-х чипов от AMD или Intel. Возможно, отказ от КМОП-транзисторов сделает то же самое. Что ж, такие идеи действительно есть, причем не только на бумаге. Существуют так называемые «туннельные транзисторы». Они работают совершенно по-другому. Если для пылевого транзистора туннелирование электронов – это провал, транзистор не может закрыться и превращается в проводник, то вот «туннельные транзисторы» именно на этом эффекте и работают. Все дело в том, что туннелирование выглядит как обман физики. Логично, что если у электрона не хватает энергии для преодоления потенциального барьера, то он остается за ним, если ему не сообщить недостающую энергию. Однако эффект туннелирования позволяет электронам даже с недостаточной энергией просачиваться через этот барьер. Иными словами, это позволяет туннельным транзисторам работать при меньших напряжениях, чем обычным КМОП. Более того, уменьшение размера затвора тут ничем не грозит. Чтобы избежать избыточного туннелирования, нужно просто еще больше снизить напряжение, что к тому же приводит к уменьшению тепловыделения. Неужели победа? Увы, не все так просто. Во-первых, для производства туннельных транзисторов необходим графен, только это вещество обладает нужными свойствами. Во-вторых, для работы таких транзисторов требуются сверхнизкие температуры. И водянкой тут не обойтись, нужен жидкий азот. Так что ученым необходимо провести множество исследований, прежде чем мы увидим первые гаджеты на туннельных транзисторах. И раз уж мы уходим от классических КМОП транзисторов, нельзя не вспомнить про мемристеры. Нет, мемы здесь ни при чем. Мемристеры были разработаны на бумаге еще в 70-е годы. Их название происходит от слова memory, память и резистор. И это отлично описывает их главную особенность. Если резистор это просто электрическое сопротивление, которое никак не меняется, то вот мемристер обладает эффектом памяти. Иными словами, он изменяет свою проводимость в соответствии с количеством протекшего через него электрического заряда. Это свойство позволяет идеальному мемристеру быть сразу энергозависимой и энергонезависимой памятью, то есть объединять ОЗУ и SSD. И это может перевернуть наше представление о хранении данных. Загрузка системы больше не нужна, ведь вся информация из ОЗУ и накопителя будет храниться в одном месте. Отключение электричества больше не приведет к потере информации. Мемристер, будучи энергонезависимым, сохранит последнее состояние. Загрузка любых данных ускорится в разы, ведь больше не нужно перекидывать информацию между ОЗУ и накопителем. Звучит как фантастика. Да, но это уже реальность. Израильская компания V-Bit Nano сообщила об успешном завершении тестирования SOC на модульной архитектуре RISC-V с блоком встроенной резистивной памяти RERAM на 128 кБ. Такая память менее подвержена температурным колебаниям, радиациям и другим негативным факторам, что делает ее привлекательной для индустриального и военного сектора. Ну а если уйти совсем в будущее, то мемристеры идеально подходят на роли искусственных синапсисов для создания максимально приближенных к человеческому мозгу нейросетей. Причем конструировать их можно будет на стандартном микрочиповом оборудовании. Дело в том, что мемристер ведет себя очень похожим на синапс-образом. Чем больший сигнал через него пропускается, тем лучше он пропускает сигнал в будущем. Это свойство идеально подходит для обучения терминаторов максимально реалистично подстраиваться под нас. Итак, мы рассмотрели два подхода. Это замена кремния на другое вещество и изменение принципа работы самих транзисторов. Что еще можно поменять? Ну, например, носители заряда и данных электроны в ряде случаев отлично заменяются фотонами. Многие слышали или даже пользуются технологией PON или G-PON оптической сетью, которая в крупных городах уже активно вытесняет медную витую пару, позволяя миллионам людей получать быстрый доступ в интернет. Схожую технологию можно использовать и в компьютерах. Передавать информацию при помощи света выгоднее, так как это позволяет получать широкую полосу пропускания, невосприимчивость к электрическим помехам и минимальный нагрев. Теоретически оптические соединения помогут снизить задержку и увеличить скорость взаимодействия между вычислительными блоками процессора и кэшем, или же между процессором и ОЗУ. Ограничения медных проводников мы уже видим на практике, когда лишь первые слоты PCI-Express у новых процессоров Intel работают по новому протоколу 5.0, а чипы GDDR6X приходится располагать максимально близко к GPU. Фотоника снимет все эти ограничения, что позволит компьютерам развиваться дальше, хотя и надо сказать, что это не решает проблему с физическим пределом кремния. Осталось рассказать о самом популярном и последнем возможном подходе, который меняет уже не саму физику, а всю логику работы компьютеров. Подавляющее большинство различной электроники вращается между нулем и единицей, присутствием и отсутствием заряда. Именно этот простейший принцип позволяет транзисторам считать, а ячейкам памяти хранить информацию. Но простейшее не всегда лучшее. Такой подход накладывает серьезные ограничения на многие задачи. Эти ограничения отлично обходят квантовые компьютеры. Для них ложки не существует. Нет четких нуля и единицы. Они оперируют кубитами, квантовыми битами, которые имеют состояние 0 и 1 одновременно. Как такое возможно? Простой пример. Сколько существует чисел, составленных из двух нулей или единиц? Очевидно, четыре — это два нуля, ноль один, один ноль или один один. Для записи каждого потребуется по два бита, итого в сумме восемь бит. А кубитов потребуется лишь два, то есть в четыре раза меньше. Самое важное заключается в том, что чем более сложные задачи мы решаем, тем больший профит от использования квантовых битов. Представьте, что нам нужно подобрать пароль. Обычный компьютер будет перебирать все возможные комбинации. Но в случае с квантовым компьютером это не нужно. Достаточно взять столько кубитов, чтобы записать самый большой из возможных паролей. И задача будет решена. Такое количество кубитов уже будет содержать в себе все возможные пароли, включая искомый. Да, такой подход просто взрывает мозг, но на деле все еще сложнее, ибо нельзя просто взять и получить результаты квантовых вычислений, так как система в каждый момент времени находится в произвольном состоянии, и попытка считать данные превратит ее в классическую. Но мы сейчас рассказываем не о принципах работы квантовых компьютеров, это тема для отдельного видео, а о том, являются ли они будущим сложных вычислений. И тут ответ да. Простейшие квантовые компьютеры уже можно купить. И цена будет вполне себе гуманной, даже ниже, чем у топовых Apple Mac Pro. Еще год назад китайский стартап вот с таким названием продемонстрировал суперкомпьютер с двумя кубитами ценой всего в 5000 долларов. Дешевизна обусловлена небольшим количеством кубитов и достаточно простым принципом работы на основе ядерного магнитного резонанса, который уже хорошо изучен. При этом для работы используются не смерхпроводящие, а обычные постоянные магниты, хотя и достаточно мощные. К слову, самоуправление происходит с обычного ПК, к которому спин-кью можно подключить. И это, разумеется, только начало. Буквально через несколько месяцев после китайцев нидерландский стартап QuantVar представил свой уже 5-ти кубитовый компьютер. Правда, его цена объявлена не была, но суть тут ясна. Квантовые компьютеры становятся более популярны и появляются в массах, так что вполне возможно, что именно за ними будущее персональной электроники. А пока можно выдохнуть. Да, мы близки к пределу кремния, но на нем мир клином не сошелся. Хватает различных веществ, которые могут его заменить. Можно поменять даже принцип работы транзисторов. Более того, саму логику работы компьютеров. Так что технологический прогресс не остановить. Электроника будет продолжать развиваться, но в каком именно направлении покажет будущее, если в этой ветке событий оно продолжит для нас существовать. Хотите пересекаться чаще? Жмите на кнопку подписаться. Лайк, если информация понравилась. Дизлайк, если нет. Нет, его все равно никто не увидит. Следить за IT-новостями можно в нашей группе ВКонтакте и Телеграм-канале. Меня зовут Михаил Крошин. Сеанс связи окончен. Пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»